Всем привет! Сегодня у нас 3 мая 2020 года. В этом видео покажу, чем я буду проводить последнюю обработку от манилиоза. Потому что, смотрю, деревья все красивые, но есть отдельные ветки, пораженные этим заболеванием. И плюс пройдемся от грызущих сосущих. И все, больше обрабатывать абрикос мы не будем. И может быть только поздние сорта от гнили будем работать препаратом. А вот весенние обработки, это уже последняя, третья будет обработка, чтобы не было вот такого проблемы, как манилиоз. Сейчас пробивусь по абрикосам, покажу, как они пережили минус 9. Это у нас нектариновый априум. Видно блестящие, как слитки висят. В принципе, плоды есть немножко. Вот они такие длинные. Плохо елки-шпалки видно. Короче, в листве их плохо видно, но есть немножко есть. Попробовать будет. Рядышком вот сорт это Селена. Тоже были пару плодов в том году. Неплохой крупный сорт. Тоже, смотрю, есть плодики. Конечно, лучше будет видно, когда они будут поспевшие, потому что они зеленые, с листвой сливаются. Плохо видно. Вот абрикос персиковый. Тоже, тоже как бы попробовать будет. Сливаются с этим. С листвой еще сильно не видно. Ну что, я покажу результаты своих обработок. Как что пережила. Ну вот это персиковый. И уже детально покажу. Это у нас Early Red Orange. Тоже есть сигнальное плодоотношение. Уже плоды такие довольно крупные. В том году был этот сорт. Поспел раньше Цунами на 3-4 дня. Сорт вкусный тоже. Мне понравился. Есть плоды. Немного, но сильно пронормировал мороз. Очень жестко. Так, это у нас колеровка крупноплодная. Тоже плоды есть. Висят. Покажу каждый сорт потом. Как он пережил. Тоже листья здоровые. Можно видеть чистые, красивые, здоровые листья. Но кое-где есть повреждениям, анилиозом. Отдельное. Это Цунами. Тоже кое-где есть плоды. Попробовать будет. Уже я думал, честно говоря, что после морозов. И не попробую в этом году абрикос. Вот тоже есть повреждения. Более раньше было повреждениям, анилиозом. Отдельные тоненькие веточки засохли. То есть их надо срезать. Так же само и вот. Так же само и вот. И вот. Это все надо обрезать. А так в целом более-менее нормально. Листики здоровые. Воды висят. Это Цунами. Так и вот покажу, как себя показал, как пережил сорт Април. У меня сколько плодов висит на нем. Его еще надо нормировать будет. Тоже вот такое. Попробуем, какой он на вкус в этом году. Видно много висит абрикосок. Я за него сниму детальный обзор в этом году. Постараюсь. Вот как. Загрузился. Он свел самый позже из всех абрикосов. Вот видно все в абрикосках. Абрикоска небольшая, маленькая. Абрикос, валан. Так себя показывает Април. После мороза минус 9 при цветении. Точнее не при цветении. Он еще был закрытый. Там отдельные были цветочки открыты. Там один процент был открытый. Он уже цвел после морозов. После этих. Так. Ну давайте сейчас расскажу. Чем я буду обрабатывать. В эту фазу. Работать будем двумя препаратами. Хорус и Актеллик. Это третья. Последняя обработка. Весенняя. То есть потом будем обрабатывать уже поздние сорта абрикоса. Возможно от гнили. Но это уже будет все зависеть от погодних условий. В данный момент. В третью обработку. Обработаем вот этими двумя препаратами. От манилиоза. И от тли. Разбавлять будем. Актеллик. 12 мл на 10 литров воды. Хорус. 3 грамма на 10 литров воды. В один бак. Обрабатывать будем. Вечером. В безветренную погоду. Свежепариатурным раствором. Это дает хорошие результаты. Я надеюсь что это видео было полезно. Кому понравилось оно. Ставьте пожалуйста лайк. Подписывайтесь на канал. Всем щедрых урожаев. Всем пока.